Сегодня, когда я смотрел мемориал, казематы, 35-й батареи, слушал эту историю и узнавал о том, что здесь происходило, в сердце все время всплывала такая мысль. Почему же люди, сотворенные правцом, десятками, сотнями тысяч уничтожают друг друга? Почему это не приостановить? Мы православные люди, конечно, знаем, почему это, но все-таки хотелось бы, чтобы максимально как-то Отец Небесный вмешался в наши дела и помог нам это по возможности, если не остановить, то хотя бы минимизировать. Об этом пел Виталий Верушкин, чуть больше года ушедший от нас, и с этой песней стал обладателем Гран-при Александровского фестиваля. Молитва к Отцу Небесному. О, Господи, как мало в нас осталось, и веры, и надежды, и любви. Отец Небесный, прояви к нам жалость. Ты видишь, грешный мир погряз в крови. О, Боже, ты единый над мирами, Единая надежда в нас живет. Ты всех людей собрал в едином храме, И купол в храме этом небосвой. Я в этом храме стану на коленях, Моя молитва искренне проста, Чтоб люди из грядущих поколений В самих себе не распяли Христа. Чтоб не был сердца стук слышней на банках, Чужая песня слышалась своей. Чтоб кровный брат не шел войной на брата, Отцы не хоронили сыновей. Обида крови пахнет новой кровью. Они спошли, Господь, в лагую верность. Безумных нас казни своей любовью, И помоги забыть, что значит месть. Как прекратить кровавое отмщение? Не ведаю, ответить не верусь. Лишь умоляю Бога о прощении, О, Господи, спаси святую руку.